В преддверии Дня города в Чебоксарах свои двери распахнули сразу два детских сада в микрорайоне Радужный и Ольгешево. На открытие второго прибыли глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, депутат Государственной думы 7-го созыва Леони Черкесов и другие почетные гости. В своей приветственной речи глава республики отметил, что на сегодняшний день в каждом микрорайоне Чебоксар идет работа по созданию комфортных условий для горожан. Об этом говорит открытие поликлиник, школ и, конечно, детских садов. Он пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена, а жителям микрорайона пожелал мира и согласия. Зажигайте сердца друг у друга, живите в мире и согласии, рожайте от любви, от чувств, больше детей и мы будем только вам оказывать содействие и улучшать качество жизни. С праздником, дорогие горожане! Поздравил жителей микрорайона Альгешева и глава администрации Алексей Ладыков. Он вспомнил, какой путь пришлось пройти, прежде чем достигнуть окончательного результата. Вы помните, еще в 2015 году сюда пришел застройщик, начал рыть котлован, установил забор, у всех были большие ожидания и раз, у застройщика не хватило сил и средств и он ушел. Сколько отрицательных эмоций мы выслушали, увидели, но продолжали работу над тем, чтобы реализовать этот проект. Проектная мощность 240 мест, но благодаря тому, что из муниципального бюджета мы выделили дополнительные средства, открываем еще 100 мест в этом детском саду. Итого 340 семей смогут отправить детей в этот детский сад. Причем 60 семей смогут перевезти детей из других детских садов, которым приводилось сегодня ездить на Южный, приводилось возить детей в Новоюжный район города. А сегодня вам будет удобно, комфортно. Депутат Государственной Думы 7-го созыва Леонид Черкесов отметил, что микрорайон Альгешева больше остальных нуждался в развитии инфраструктуры, на которую были направлены все силы. В детском саду для всестороннего развития малышей есть залы для музыкальных и гимнастических занятий, помещения для занятий кружковой работы, кабинеты психолога, логопеда, медицинский блок и даже бассейн. Родителей порадовало наличие на территории детского сада импровизации маленькой городской улицы с дорогами, остановочными павильонами, дорожными знаками, разметками и светофорами, где юные пешеходы смогут на практике изучать правила дорожного движения. Также многие мамы будущих воспитанников отметили замечательный педагогический коллектив детского сада. Во-первых, здесь вот с первого прям общения с коллективом данного детского сада одни позитивные эмоции, поскольку нас пригласили сначала вот просто на знакомство, сказали, когда будет открытие, что ждать от этого открытия, как оно будет проходить. Потом пригласили, позвонили уже, обзвонили, сказали, куда приходить, к скольке приходить. То есть на самом деле это очень было организовано. Ну и сам садик очень впечатлил. Сегодня вот нам разрешили пройти по группам, посмотреть, пообщаться с воспитателями, показать детям, чтобы Кирилл привыкал постепенно, да, к этому садику. Мы его прям с окна смотрели и ждали, как он будет строиться. У нас ребенка 2,9, мы еще в садике не были и очень рады, что попали в новый садик. Нам здесь все нравится, ребенок играет, развлекается. Мы только пришли, ребенка уже отвлекли, воспитатели. Ребенок спокойно отвлекся и остался, даже не платил. Думаю, без труда ребенок привыкнет к детскому саду и будет ходить с удовольствием в этот детский сад. Очень довольна. Еще один детский сад, рассчитанный на 160 мест, открылся в микрорайоне Радужный. И такая забота о маленьких чебоксарцах не на словах, а на деле дает нам еще один повод гордиться нашим городом. Анастасия Соколикова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.